Еще не время провожать самое теплое время года, ведь все еще есть шансы по-летнему отдохнуть даже в средней полосе России. Существует множество способов провести это время ярко, получить массу новых приятных впечатлений и, как показывает практика, не обязательно для этого выезжать за границу. Впрочем, как жители Верхнему Ужья планируют провести август, мы поинтересовались у них самих. В августе по обыкновению тверичан начинается предосенняя суета. Кто-то собирает детей в школу, кто-то торопится догулять отпуск, пока тепло. Еще есть время наверстать упущенное и хорошенько отдохнуть. Для того, чтобы отдых удался, тоже нужно подготовиться, подумать, как его организовать, куда поехать, чем заняться, чтобы потом было что вспомнить. Как тверичане провели свой отпуск и как собираются провести август те, кто еще только будет переводить дух от работы. В начале лета, да, вот как раз в июне мы посещали остров. Очень все понравилось. И природа, и сама обстановка, и даже как организован туризм там неплохо. Но я считаю, что в Тверской губернии тоже достаточно места, просто на это нужно время. Планируем, конечно, посетить. У нас есть дача в Конаковский район, городня. Мы туда периодически выходные выезжаем. Ну а так больше нигде. Мы недавно в Твери только приехали. Нам очень нравится Тверь. Есть хорошие интересные места, которые нам уже понравились. Это и набережная Афанасия Никитина, и бульвар Радищева нам очень нравится, и театральная площадь нравится, и горсад. В общем, здесь очень много замечательных мест в Твери. Но, естественно, хотелось бы тоже узнать, какие есть памятные и интересные места в Тверской области. Кстати, мы были в Торжке уже, нам тоже очень там понравилось. В начале лета ездила на карьеры. Сейчас нигде не отдыхаю из-за работы, но два года назад была на Селигере. Вот, еще бы туда обязательно съездила. Что ж, большинство горожан предпочитают отдых поближе к природе и дому. А еще совмещать отдых с культурной программой. Синоптики прогнозируют довольно теплый конец лета. Примечательно, что сегодня все больше жителей Твери и области делает выбор в пользу местных курортов, пансионатов и турбаз. Порой с приятным удивлением открывает для себя массу преимуществ отдыха в родных краях. Он действительно имеет ряд вполне осязаемых преимуществ. Это и привычный климат, и близость к дому, и возросший в последние годы уровень сервиса. Большой популярностью у тверичан и гостей нашей области традиционно пользуются селигерские курорты. Флагманом среди них можно считать отреставрированный комплекс «Селигер Палас Отель». Территория усадьбы представляет собой 42 гектара ухоженного и охраняемого ландшафта на полуострове с двумя благоустроенными пляжами, освещенными аллеями и площадками для проведения пикников и мероприятий на свежем воздухе. Очень удобная теплоходная пристань и регулярно прибывающие к ней прогулочные корабли дают возможность отправиться в увлекательный мини-круиз Даниловой пустыни. В 360 километрах от Москвы на восточном берегу озера Пена расположилась база отдыха «Орлинка». Здесь чистейший воздух, напоенный ароматом хвойного леса и трав, первозданная природа. Они придают непередаваемую красоту и уединенность этого заповедного уголка. База отдыха «Орлинка» предназначена для тех, кто ценит красоту, ищет место, где можно провести отпуск всей семьей, предпочитает отдых на природе. Несмотря на то, что у всех разные приоритеты, для каждого найдется интересный способ отдохнуть в родных краях. Для кого-то в первую очередь важен ценовой фактор отдыха, и такие люди чаще предпочитают бюджетные варианты. Кто-то предпочитает отдыхать исключительно в отелях «Все включено», а для других важна архитектура и культурная программа, а кто-то предпочитает, например, событийный туризм. Самое главное, чтобы ваше путешествие подарило яркие впечатления и позитивные эмоции именно вам. А как мы поняли, в Тверском регионе возможности удовлетворить эти потребности с избытком.